Валерий Седов Валерий Седов Это кадры воскресного пожара в микрорайоне Борки. Огнем охвачены хозяйственные постройки. Пожарным позвонили в 6 утра. В тушении пожара участвовало 26 человек, 6 единиц техники. Пожар ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. Несмотря на плотную застройку, пожарным удалось не допустить перехода огня на жилые дома. Причина и ущерб устанавливаются. Еще минимум два возгорания произошло в минувшую субботу. Это, например, кадры горящей бани одного из дачных участков в Новомичуринске. Волнуется оператор не зря. Внутри бани стоит газовый баллон, говорят очевидцы. Пожарные ликвидировали огонь быстро. Пламя не успело перекинуться на ближайшие дома. В тот же день полыхнуло в одном из домов Ряжска на улице Вражной. Пожар ликвидирован на площади 32 квадратных метра. В тушении пожара участвовало 5 человек, 2 единицы техники. В 13 часов 45 минут пожар ликвидирован. К сожалению, при пожаре погиб мужчина, 1982 года рождения. По статистике МЧС, за минувшую неделю в Рязани и области зарегистрировано 33 пожара, 18 из которых техногенные. Оставшиеся 15 – это горение мусора. Человеческий фактор по-прежнему лидер первопричин всех пожаров. Поэтому сотрудники МЧС напоминают, что с огнем нужно обращаться осторожно. А лучше выучить памятку от спасателей на зубок. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В последние годы зоозащитники создают целые движения, направленные против зоопарков, даже самых безобидных. Но случается и так, что дом спасенных животных превращается в настоящую обитель пушистых. Как в случае с моей маленькой фермой. Марина Романюк побывала в гостях. Енот по имени Форест – настоящая звезда. И, можно сказать, лицо, а точнее морда этого чудесного зоодома. Его обаяние знакомы на весь город и далеко за пределами. Но живут здесь и другие, ничуть не менее очаровательные ребята. Когда он к нам уже попал, а попал он в конце лета, то он такой, ну, достаточно зашуганный зверек. И не понимает, как взаимодействовать там с людьми, что делать. И чего ожидать. Да, и чего ожидать, можно ли доверять или нет. Но мы потихонечку стали к нему заходить, тоже в вольерчике сидеть, так с руки пробовать его кормить, дрессировать. Вот. И он потихонечку начал доверять. Он, в принципе, даже, ну, он как-то избранный очень, но вид какого-то там спокойного человека, который вот располагает вот к нему. И он даже дается почесаться, там мордочку подставляет. Рядышком вольер енотовидной собаки, правда, совершенно облысевшей, но оттого она вызывает еще больше умиления. Ему по документам около шести лет. Но на самом деле, сколько ему лет, никто не знает, потому что он свою жизнь начал на притравочной станции. Там его откухили хвост. Потом его выкупил как раз пермский зоопарк, из которого он попал к нам. Там он прожил в Перми пять своих счастливых лет. Но полтора года назад начал лысеть. И непонятно из-за чего. По анализам все хорошо. Сейчас мы их будем пересдавать, правда, здесь уже в Рязани. Но, возможно, это из-за старости. Насуха, родом из Мексики. Ближайший родственник енота. И ведет себя так же, скажем прямо, забирает себе все, что плохо лежит. В нашем случае ветрозащита микрофона чуть было не оказалась без возврат на потерянной милых лапках этого зверька. Насуха приехала в Рязани с Перми. Там зоопарк не выдержал испытания пандемии. И экзотические зверьки оказались в опасности остаться без приюта. Но рязанская маленькая ферма открыта для всех, оказавшихся в беде. Вместе с Насухой приехали сестренки-сурикаты и дикобраз. Бежим, бежим, бежим. Турба, давай бегать, давай бегать, прыгать. Животные, как и люди, испытывают стресс при переезде. Скажем, Насуха очень тосковала по своим бывшим хозяевам, отказывалась даже от еды. А песец, чья судьба с большой вероятностью могла закончиться тем, что он стал бы очередной шубой, до сих пор не доверяет людям и очень аккуратен при их приближении. Но с каждым зверьком, от кролика и гуся до енота, собак и дикобраза, работает зоопсихолог. Когда мы говорим о животных, которые живут в неволе, о зоопарках, очень важно, конечно, заботиться об их благополучии. Это наша, так сказать, наша обязанность, наш долг перед ними. А благополучие – это не только, чтобы они хорошо питались, хорошо там было у них укрытие у каждого, было свое какое-то пространство, территория, с учетом того, как им нравится жить. Это еще и психологический комфорт, правильное общение с ними. И обязательно учет индивидуальности. Посетить зоопарк может каждый, но правила здесь такие. Зооцентр «Моя маленькая ферма» – это настоящий дом животных, где его обитатели – главные, а люди – всего лишь гости. Это дом счастливых, ухоженных животных, больше половины из которых спасенные и подобранные. Кстати, принять участие в судьбе пушистых ребят может каждый в качестве наставника или в качестве нового хозяина для кого-то из подкидышей. Скажем, вот этому малышу прямо сейчас подыскивают новый дом. Он ищет очень ответственные руки. Собака будет хороша для дома, для тех, у кого есть маленькие дети, кто любит побегать, попрыгать и поиграться. Ну и кто много времени все-таки проводит дома. Мы его обучили уже командам некоторым. Работаем с его психикой, чтобы он не был таким слишком озорным. Так что, если кто-то хочет, звоните, пишите нам. Познакомим вас с этим маленьким чудом. А еще любой может стать наставником понравившегося жителя зооцентра. Покупать корм, участвовать в обустройстве вольера или даже брать домой на передержку. Фотографии наставников можно увидеть на дверках комнат подшифных животных. И это, поверьте, большое подспорье жителям маленькой фермы. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Цирк «Легенда» с 19 марта в Рязани. Артисты, покорившие 23 страны мира, обладатели высших цирковых наград «Золотой клоун» в Монте-Карло, «Цирковой Оскар» в Лос-Анджелесе, «Платиновая звезда» в Вероне. Этим артистам аплодировали стоя в Королевском театре «Корре» в Амстердаме, «Дойчланд Холли» в Берлине, «Мэдисон Сквер Гарден» и «Радио Сити Мьюзик Холли» в Нью-Йорке. Теперь на манеже Рязанского цирка. На первом прокате программы была наша съемочная группа. Что такое цирк? Взрослые скажут, что это один из видов зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. На самом деле для каждого это сказочный мир, который чудесным образом возвращает взрослых в беззаботное детство и дает возможность почувствовать себя ровесниками своих детей и внуков. Программа «Цирк-легенда» растопил сердца и взрослых, и юных. «Понравились медведи больше всего, как они на велосипедах ездили. Еще понравились собаки, как они прыгали через друг друга. Вообще запоминающееся представление, всегда буду помнить. И хожу очень часто в цирк. Это классное представление было, мне оно очень понравилось». «Весело, мы даже не ожидали, что так давно в цирке не были. Очень понравилось». «Что больше всего впечатлило?» «Половное». «Половное?» «Да». «А вас?» «А мне собачки понравились нам, и медведь нам понравился, и джонглер нам понравился». «Тебе понравилось?» «Понравилось». «Что больше всего понравилось?» «Ну как там с бобраной выступали?» «Тоже понравилось. Хорошо, интересно, необычно». «Что больше всего?» «Бобры необычные, ни разу бобров в цирке не видели. И гимнасты последние тоже были очень красивые». «Очень интересно. Особенно понравились, наверное, медведя. Из соседнего города, то есть приезжаем, да. У нас решили, что сегодня нужно съездить, тем более день рождения, как раз все к одному. Ну да, все к одному». «Миши понравились?» «Да». «Миши понравились». «Хорошие акробаты, очень захватывающе было. Понравились очень бобры». «Да, с животными номера хорошие были. С медведями очень хорошо. Да, бобры, блин, очень хорошо». Очаровательные медведя выполняли различные трюки, разгадывали головоломки, танцевали ламбаду и прыгали на батуте. Обаятельные, задорные пудели, невероятной красоты попугаи. А между номерами виртуозный жонглер, воздушная гимнастика на качелях, акробаты, выполняющие головокружительные сальто. Признаться, дух захватывало даже у опытных журналистов. Особенный шарм программе добавил искрометный юмор клоунады. При этом артисты активно взаимодействовали с залом. «Мне понравилось там, где собака там утащила сосиску. Бобы, с мясной ходи. Собаки выполняли команды с мясной. Что больше всего понравилось? Мне медведя. Да? Понравилось. А что себе всего понравилось? Медведя. Ну, все, в принципе. А маме что понравилось? А маме понравился жонглер. Виртуоз просто. Нам очень понравилось. Особенно те, кто понравился. Я акробаты, но те, которые фуглигали. Да, акробаты, которые много было. А мне понравились бобры. Мы после ремонта первый раз. Мы вообще из другого города, из Жуковского, Московской области. Во втором отделении зрители увидели великолепную постановку Тамерлана Нукзарова. Всадники исполнили эффектные упражнения с шашкой и сложные акробатические прыжки, демонстрируя виртуозное управление дрессированными конями. Увидеть своими глазами фееричный спектакль могут жители и гости Рязани. Телефон кассы цирка 256-403. Аккордеон, контрабас и домра. Скажем прямо, они самые популярные в сравнении с фортепиано или гитарой инструменты. Но когда за дело берутся молодые, талантливые, амбициозные музыканты, появляется шанс сменить приоритеты. Руководителю ансамбля «Фантазия» 21 год. Не больше и всем участникам. Наша съемочная группа побывала на концерте молодого коллектива. Аккордеон. Звучание этого инструмента мгновенно переносит во Францию. Но возможности его безграничны. Неслучайный концерт ансамбля «Фантазия» тематически охватил музыку разных стран и народов. Работа музыканта, в общем, это и как хобби, и как работа, все вместе. Потому что, например, я работаю в нескольких местах и в школе общеобразовательной. В песне-инструментальном ансамбле «Радуница» села Константиново. Нет, это, скорее всего, душа поет, хочется. И самое главное, чтобы было желание. А желание у ребят явно есть. Девушки-домристки опровергают мнение о том, что их инструмент непопулярен. Народный инструмент может звучать очень привлекательно, если уметь им владеть. Собрал этих юных ребят Ким пару лет назад. С тех пор они развиваются, и нынешний концерт – лишь старт их большого пути. Надо очень много сейчас работать, работать и работать, чтобы собирать уже хорошие залы. Сегодня тоже было очень приятно, очень много людей. Но можно еще больше. Есть куда стремиться. Цыганские мотивы и русские народные мелодии. Звуки южных стран и Европы. В исполнении фантазии переносят по земному шару и погружают в культуры разных кусочков планеты. Это ли не волшебство? Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Второе поражение подряд в недавно стартовавшем чемпионате страны потерпел женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ». После 0-2 от Ростова «Рязаночки» в гостях уступили «Пермской звезде-2005». Снова в два мяча, но в более результативном поединке. Главное украшение которого случилось в самой концовке. Давние соперники «Рязань-ВДВ» и «Звезда-2005» знают друг друга практически досконально, начали без разведки. Хозяйки, они в темном, сразу обозначили контроль мяча и стали играть ярко выраженным первым номером. Давление на ворота Марины Жемонаковой возрастало и в итоге на 22-й минуте хозяйки Манежа счет открыли. В нужное время и в нужном месте оказалась Валерия Белая. Но десантницы и не думали сдаваться. Уже в добавленное арбитром время гости убаюкали пермячик и провели резкий контрвыпад. Рандеву с голкипером «Звезды» Тияна Матич оставила за собой. 1-1. Во втором тайме «Звезда-2005» перестроилась, снова увеличила давление и в течение 10 минут, что называется, сделала разницу. Дубль от Олеси Курочкиной плюс мяч от Алены Нургалиевой и уже 4-1. Не выходит количеством, дадим качество. На последней минуте встречи «Рязаночки» получили право на штрафной удар. К мячу подошла Наталья Перепечина. Ее управляемая ракета, несмотря на противодействие вратаря, реактивно влетела в девятку ворот «Звезды». И этот мяч, без сомнения, пока главный претендент на звание лучшего гола тура, а может и всего чемпионата. Впрочем, турнир только стартовал, и забитых мячей будет еще предостаточно. Несмотря на 2-4, очертания игры у подопечных Игоря Гаврилина уже видны. А значит, Рязань ВДВ работу над ошибками обязательно проведет. Возможно, уже к следующему матчу в Казани с местным Рубином. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова